Здравствуйте, мои уважаемые зрители! С вами Ольга Демчук, практикующий психоаналитик. Это видео называется «Настрадать счастье». С чего начинается страдание? Страдание чаще всего начинается с убежденности, что я могу. Человек убежден, что он могу. И когда у него не получается то, что он, по его мнению, может, он начинает страдать. Или же пытается добиться того, что ему хочется, с помощью эмоционального давления на себя и на окружающих. То есть через страдание, через эмоциональное воздействие, по его мнению, у него это должно внезапно появиться и получиться. Каждый из нас обладает определенным набором возможностей, и мы смириться с этим никак не можем. Нам хочется, чтобы мы могли то, что нам хочется. Особенно патологично это у тех людей, которые могли когда-то, а сейчас не могут признаться себе в том, что сейчас не могут. Я очень часто встречаюсь по работе с историями, что в 20 лет у меня были отношения, а сейчас не 35, значит я могу быть в отношениях. В 20 лет человек идеализирует партнера, у него гораздо меньше претензий, больше гормонов, которые его дурманят, и поэтому отношения создавать гораздо легче. В 35 гормоны не те, уже есть опыт умы, поэтому найти, кто подходит тебе, гораздо сложнее. Но человек уверен, что он может. И человек не замечает, что в его психике громадное количество проблем, что он достаточно авторитарен, что у него завышенные требования к себе и другим, что он не умеет вести нормальный диалог, он начинает психовать, он не выдерживает, когда у кого-то другое мнение. И тогда человек придумывает себе сказку о том, что все они такие, и я своего человека не встретил. Некоторые доживают так до пенсии, так и не встречают. То же самое бывает тогда, когда, например, человек когда-то зарабатывал деньги, и он убежден, что сейчас он тоже может. Его мало волнует, что поменялись обстоятельства, что другое время, и тогда с его характером он мог, сейчас нет. Он тогда попал в какую-то струю, он мог больше доверять и был более открытым, у него еще не было той боли, которую он потом получил, и поэтому он тогда зарабатывал. А может быть у него просто было больше дури и меньше страха, и поэтому у него получались эти рискованные сделки. Сейчас все по-другому, личность стала другой, личность изменилась, и сейчас я заработать так не могу. Многие убеждены, что они достойны лучшего мужа или лучшей жены. Я тоже знаю множество историй, когда люди разводились, а потом оказывалось, что ты никого вообще найти не можешь, потому что у тебя достаточно скверный характер, и тот предыдущий партнер к нему просто привык. Или же выясняется, что ты вообще не идееспособен сам, ты не умеешь ни цели ставить, ни деньги зарабатывать, или же ты умеешь зарабатывать деньги, но тебе обязательно была нужна та жена, которая тебе пилила и была недовольна, и только в этом условии ты можешь что-то заработать. Очень много условностей, но человек все равно говорит, я могу, я могу, и начинает. По этому поводу гнобить себя или мироздание. Давайте мы обсудим сегодня самые патологические способы обретения счастья за счет страдания. У меня очень часто спрашивают, а что делать? Я не знаю, что вам делать, потому что я не знаю, что вам надо. Но что вам не делать, я точно могу рассказать. То, чем мы себя подавляем, то, чем мы себе лишаем энергии, про это я знаю очень много. Итак, что нельзя делать? Первое. Человек привык себя сравнивать. Когда человек не понимает, какой он, он как ребенок себя сравнивает с тем, с кем-то отражается как в зеркале, и тогда за счет этого сравнения понимает, какой он. Меряется, скажем так. У мужчин это распространено больше. Они меряются деньгами, машинами, заработком и так далее. А женщины меряются другими частями обычно тела. Или же количеством вещей в шкафу. Когда мы сравниваем себя с другим, мы сравниваем круглое и красное. Потому что вы не представляете, насколько мы все индивидуальны. И сравнивать с другими точно не надо. Вам не подойдет то, что есть у другого. И человек часто сравнивая начинает обесценивать то, что он может сам. То есть он находит того, кто его восхищает, сравнивает, говорит, у меня этого нет, я плохой. Так человек загоняет себе депрессию и ничего не решает. Этот патологический способ обычно с тех времен, когда родители сравнивали с кем-то и говорили, вот смотри, как соседский мальчик, или вот смотри, как дочка моей подруги. И человек продолжает это делать с собой. То есть он оказывает эмоциональное давление за счет нахождения у себя недостатков и плохости. Аналогичное происходит, когда человек находит кого-то хуже себя. И постоянно, например, заходит в профиль в фейсбуке и говорит, о, и он это не может, как я, и это не может. Таким образом человек поддерживает свою высокую искусственно созданную самооценку. Итак, первый способ. Сравнение. Патологичен, не приносит никакого результата, только водит вас по фантазийным коридорам. Второй способ. Быть недовольным. Быть недовольным, бурчать, все обесценивать. И человеку кажется, что когда он такой недовольный бурчит, то это каким-то образом воздействует на реальность. Но человек, обесценивающий все вокруг, оказывается в таком положении, когда все отвратительное вокруг, и он сам тоже в этом отвратительный. И вот это состояние недовольства, когда все плохо, все не так, неумение конструктивно понимать, а что с этим делать, то есть оценочное восприятие негативное происходящего, тоже загоняет человека в тупик. Это еще одна ошибка эмоционального давления на себя и на реальность. Быть недовольным. Итак, первое сравнивать, второе быть недовольным. Третье это раздуть драму. То есть это когда недоволен, но уже в крайней степени. Все пропало, какой ужас, какой кошмар, никогда ничего не изменится, все всегда будет плохо. Человек раздует драму, и он это делает только по единственной причине. Потому что он таким образом пытается себя активизировать. Это патологичный способ активности, после этого больше не появляется. Но человек уверен, что если он создаст кошмар, если он создаст драму, если он создаст ужас-ужас, то ему захочется спасти себя и выжить в этих условиях. И если у человека заблокированы эмоции, и ему для того, чтобы почувствовать себя живым, нужно вот такое накалище, то он начнет драматизировать, усугублять все проблемы, чтобы взбодриться и выжить в этих ситуациях. Итак, сравнить, быть недовольным, раздуть драму. Четвертый способ довести себя до безысходности. Влезть в кредиты, одолжить денег, потратить все, что у тебя есть, остаться без копейки, чтобы начать выживать. То есть человек себя бессознательно подводит к пропасти для того, чтобы те заблокирующие механизмы его отпустили, и он себя спас. То есть человеку фактически разрешена активность, когда есть угроза его жизни, угроза его репутации и так далее. И ему приходится все больше усугублять и нагнетать ситуацию для того, чтобы разрешить себе ту самую пресвободную активность, которую я говорила в пункте до этого. Итак, сравнивать, быть недовольным, раздуть драму и довести все до безысходности. Многие люди спрашивают, почему я беру все время кредиты, почему я все время без денег. И именно поэтому, вплоть до того, что человек начинает болеть для того, чтобы настолько усугубить ситуацию, чтобы активность его наконец-то разрешилась. Идем дальше. Придумать врагов. То есть надо найти того, кто тебя окружил и хочет тебя убить, хочет тебе зла. И если даже нету подходящих людей, то можно в качестве этого выбрать все, что угодно. Правительство, какую-нибудь национальность, женщин, мужчин и так далее. То есть за счет того, что враги окружили, есть опять угроза моих жизнями, надо бороться, спасать себя. Я тоже таким образом делаю инъекцию разблокирования своей активности. Посмотрите, все вертится вокруг активности. То есть человек вместо того, чтобы убрать эти механизмы, разгрузить тот вагон, который он тянет, он придумывает себе стимуляторы все больше и больше, которые его бодрят, и он тогда просыпается. А так он как под гребеный, под голыбой лежит. Шестой способ. Сделать из себя жертву. Человек начинает придумывать, что он самый несчастный, что у него все плохо, что у него никогда ничего не получится. И таким образом он пытается взять индургенцию внутреннего объекта, который требует, давай ты можешь. В начале этого видео мы говорили, я это могу. То есть какая-то часть психики говорит, ты это можешь, ты это обязан. И вторая часть психики, она притворяется мертвой, больной, несчастной для того, чтобы разрешить себе не мочь. То есть я должна быть полным нулем для того, чтобы избавиться от собственных нападок на себя за то, что я должна. И когда у человека идеалистические, преувеличенные требования к себе, то мертвыми несчастными ему приходится притворяться все чаще. Потому что вынести это невозможно. И человек тогда тоже может начать болеть для того, чтобы отстать от самого себя. Потому что когда я лежу трупом и болею, я хотя бы себе претензий не предъявляю. Я могу полежать и спокойно поболеть. Еще один пункт. Делать из себя жертву можно вот этим способом. А второй это жертвовать собой ради других и тихонечко ненавидеть тех, ради кого ты жертвуешь. То есть своего смысла нету. Пустота внутри. Тогда я найду того, кто станет смыслом моей жизни, начну жертвовать ради него. И таким образом я приобрету тоже смысл и буду оказывать на себя эмоциональное давление. Давай заботься о другом. Оно привычное для нас. И мы очень часто туда попадаем. Что делать? Не делайте этого. Постарайтесь узнать все эти семь пунктов, которые я озвучила. И если вы себя обнаруживаете за этим действием, понимаете, это патологично, это вас разрушит и никуда не приведет. Счастья настрадать нельзя. Можно делать только конкретные действия, посильные вам, и только они могут изменить вашу судьбу. Повторим. Сравнивать себя с другими, обесценивать себя или других. Быть недовольным, выискивать недостатки и думать, что таким образом ты простимулируешь кого-то или себя, потому что недовольным можно быть и другим. Раздуть драму. То есть сказать, что кругом кромешный ад и ужас. Надеясь, что ты так активизируешься, начнешь себя спасать. Четвертое. Довести себя до безысходности, влезть в долги, заболеть, одолжить, растратить все деньги для того, чтобы выжить, активизироваться. Пятое. Создать себе врагов, с которыми ты борешься, они окружили, тебе надо их победить, иначе смерть. Шестое. Сделать из себя жертву, какая я несчастная, получить индульгенцию у той части психики, которая утверждает, что могу и давай-давай. И седьмое. Жертвовать собой для того, чтобы не искать собственный смысл в жизни, а обслуживать других, а потом их тихонечко ненавидеть. Законспектируйте это. Положите на видное место. Узнавайте, когда вы попали в один из этих семи пунктов. А я приглашу вас на школу интуитивного мышления шпионские игры, 7 трехчасовых лекций. Мы будем рассылать задания, мы будем разбирать чаты, посты, фильмы, видео, и учиться анализировать других людей, и через анализ других познавать себя. Это комплексная программа, на которой вы получите глубокие практические знания. А я желаю вам всего хорошего. Желаю вам не заходить в эти коридоры и тупики, из которых нет выхода, где вы погубите себя. И все-таки стремиться к свету и к любви. Вначале к себе, а потом любовь к другим людям у вас возникнет автоматически. Всего вам самого наилучшего. Продолжение следует...